Закулисный секвестр пенсий Политика 23 ноября 2014 Закулисный секвестр пенсий Депутат справ РОС Олег Шейн заявил, что в предстоящий бюджетный период 2020-2022 годов подпитка пенсионного фонда РФ из бюджета будет уменьшаться, начисление пенсии останется на низком уровне, а их индексация будет проводиться за счет сокращения численности пенсионеров Фонд не выполняет свою задачу по улучшению благосостояния людей, вышедших на заслуженный отдых И эту тенденцию нельзя поддерживать народным избранникам, заявил О. Шейн Индексация, про которую так много шумела партия власти, достигается очень простым путем за счет сокращения числа пенсионеров РФ по причине повышения пенсионного возраста В текущем и следующем годах число пенсионеров по возрасту сокращается на 600 тысяч человек А в рамках закона о бюджете пенсионного фонда РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, предлагаемого к принятию, на полтора миллиона Вот за счет этого и обеспечивается индексация, а объем отчисления из федерального бюджета падает Если ранее федеральный бюджет формировал 38% дохода пенсионного фонда, то в годы будущей трехлетки, 2020 и 2022 годы ГГ, бюджет пополнит фонд всего на 33% А с учетом инфляции сумма, выделяемая на пенсии, будет значительно меньше по сравнению с минувшими годами Поэтому индексация пенсии будет затухать Сейчас нам рассказывают, что индексация превышает инфляцию на 3,5%, что совсем незначительно И уже в следующем году превышение составит 2%, а в 2021 всего 1% Фактически срывается обещанная Единая Россия выполнения Конвенции Международной Организации Труда, МОД Напомню, что по этой Конвенции предполагалось установить коэффициент замещения утраченного заработка не менее 40% То есть человек, завершив по возрасту трудовую деятельность, получит пенсию на уровне 40% от заработка, который у него был Но такого чуда не произойдет Человек получит пенсию в размере не более 33% от того, что получал, работая Эта планка оставалась неизменной в прошлые годы На том же уровне она будет в предстоящей трехлетке Смысл данного решения в том, чтобы не повышать пенсию людям А происходит так потому, что концептуально закон о пенсионном фонде РФ на 2020-2022 годы направлено уменьшение затрат на пенсионеров по отношению к национальной экономике Есть универсальные показатели общепланетарные Называются они соотношение расходов на то или иное направление Оборона, медицина, образование, социальное обслуживание, к национальной экономике Так вот, если в прошлом году затраты на пенсионное обеспечение составляли 9% ВВП То потом будет 8%, в дальнейшем 7,5% Таким образом, мы имеем закон о сокращении затрат на пенсионное обеспечение в РФ О сокращении реальных выплат людям и о сокращении числа пенсионеров в стране В рамках той самой антинародной реформы о повышении возраста выхода на пенсию Которая была принята в прошлом году Единой Россией Мы, думская оппозиция, голосуем против закона о бюджете пенсионного фонда на 2020-2022 годы Потому что мы против ухудшения жизни людей Мы за ее улучшение Тенденции к сокращению социальных затрат на граждан заложены и в законе о бюджете Федерального фонда Обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Перед нами модель, когда государство активно финансирует объекты капстроительства А вот социальные обязательства Все то, что связано с выполнением майских указов президента о повышении реальной заработной платы бюджетникам В частности, медикам, и восстановлением разгромленного первичного звена здравоохранения Буксует Мы против закона о медстраховании Снижающего затраты на лечение граждан и профилактику болезней Из-за введенной правительством регрессивной шкалы страховых взносов Ежегодно на 100 миллиардов рублей уменьшается фонд социального страхования Получается так, что люди с относительно небольшими доходами платят за богатых Те, у кого доход свыше 90 тысяч рублей в месяц Не платят в фонд социального страхования ровным счетом ничего В результате средств фонда хватает на ничтожные социальные выплаты Пособия по безработице в 4 раза меньше от необходимого Помощь, оказываемая у нас инвалидом, по потере кормильца В несколько раз меньше, чем в Польше, Болгарии, Словакии Не говоря уже про Францию, Германию, Италию и другие страны Евросоюза Оппозиция против такого ущемления социальных прав наших граждан Поэтому мы голосуем против закона о бюджете фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Но Единая Россия, работающая не для народа, а в угоду олигархам Чем углубляет социальное расслоение в обществе Проголосовала за принятие раскритикованных оппозиций законов о бюджетах соцфондов На очередную трехлетку За пенсионный фонд высказалось 299 единороссов За фонд ОМС 301 За фонд соцстрахования 298 Тем самым ядро желает россиянам в последующие 2020-2022 годы оставаться в горе стих и нищете Подчеркивание Миллионы за гранью бедности Ученые из Российской Академии Наук провели исследование, показывающее, сколько денег надо пенсионерам для достойной жизни Большинство российских пенсионеров оказалось за чертой бедности Их пенсия не позволяет жить достойно Аналитики во время исследования разделили жителей РФ на несколько групп, у каждой из них разные доходы Минимальный размер дохода, который позволяет не бедствовать, это, по данным исследователей, 26 тысяч Рубль В среднем по России Для Москвы более высокие цифры, 35 тысяч Рубль В месяц В случае если в семье два пенсионера, то денег для достойной жизни им надо меньше, так как они могут экономить при совместном ведении хозяйства Пенсионеры, которые получают минимальный доход, необходимый для достойной жизни, не имеют проблем с питанием, оплатой ЖКХ или покупкой одежды Они могут пользоваться интернетом и даже иногда ездить по стране В конце исследования ученые пришли к выводу, что большинство пенсионеров России живут за гранью бедности Для достойной жизни они вынуждены устраиваться на низкооплачиваемые подработки, где им в лучшем случае платят от 10 до 20 тысяч Рублей Ранее Инвестфорсайт сообщал, что реальный размер пенсии у россиян в 2019 году составил 13,3 тысяч рублей Подчеркивание Олег Шин, депутат Госдумы